Всем привет! Это канал Красного Герцога, а это игра Source Project и Планета Галлея. Прошлая серия у нас была под номером 13, и она действительно была 13, потому что я не только в конце, очень смешно и глупо погиб, но и еще уже после того, как закончил запись, решил переночевать, потому что погода была плохая, чтобы дождаться хорошей солнечной погоды, чтобы сделать красивую превьюшечку. Решил переночевать, встал вот сюда в уголок, было холодно, я решил погреться, взял в руки обогреватель, потом решил положить его, и эта сволочь провалилась куда-то в текстуры. Так что пропукал я свой обогреватель, он тут теперь шикарно греет этот угол до 80 градусов, а мне шиш. Много, много разных слов хочется мне сказать, но я не буду. Ладно, давайте тогда заканчивать этот остров, который так плохо для меня отработал за эти две серии. Значит, нам нужно попасть вот к этому постаменту, потом вот к той руке. Для этого нам надо спуститься вниз. Прыгать мы больше не будем, хватит, мы уже полетали. Вчера, ну точнее, в прошлой серии, это было в пятницу. Кстати говоря, я слышу ручание воды, а это значит, что нас ждет очередная пещера. Классно, прям, прям по темечку. Чувак, ты не от этого часа умер? Я бы мог тебя понять, это неприятно. Так, у нас с водой вообще как налито, налито с водой, у нас нормально. Ладно, а что там дальше интересного? Вот, какая нора. Прям-таки нора, нора. Давайте посмотрим, что здесь в этой норе есть интересного. Опять какой-то прям вот ползем, ползем, ползем куда-то. Ой. Опять шипеть будешь? Нет, не будет, он дохлый. Дохлый ежик. О, кнопка. Давайте нажмем. Тыкать в кнопки, это наше все. Все, что ли, больше ничего тут нет? Больше тут ничего и нет. Ну и ладно. Ладно, тогда пойдем обратно. Может быть, эта кнопка была нужна, чтобы открыть эту пещеру как раз. Точнее, не пещеру, а... Так она, ну, помещение под постаментом с рукой. Но вообще забавно. То есть я-то думал, что это нога, да, это обломок статуи. Ну, рука и не тянет на обломок. Это самостоятельное произведение искусства. То есть кто-то изваял... Нет, кстати, дверь закрыта. А что ж мы тогда нажали? Кто-то изваял отдельно голову, отдельно руку, отдельно ногу. Очень интересно был товарищ. Прям какой-то... Постмодерн в каменном веке. Так, а, ну можно не лезть, да? Механизм можно повернуть. Ага, вот это открывает. А там тогда что было? Непонятно. Ну ладно, пойдем посмотрим, что у нас здесь. Да, надеюсь, в этот раз ничего такого забавного и смешного не случится. Но помним, помним, да, что надо быть осторожнее наверху башни. Так, крохотная комнатушка. Ну, в принципе, да, это гробницы, поэтому они не должны быть большими. Вот, да, оператор ведет, сейчас бы посушиться. Хнык, хнык, а нечем. Последний чего? Последний рубеж. Ключ. Ага. Так. Просветленные заперлись здесь, а восставшие типа пытались вломиться, чтобы забрать ключ. А вот и ключ. Ага. Так, все, у нас четыре ключа, у нас четыре ключа. Запечатанная вера, два из трех. Весть от жулы, или от жулы. Двадцать пятый год после исхода. Восставшие бушуют снаружи, хотят попасть внутрь. Этот ключ наш, однако же боюсь я за кара. За веру его. Он хранит ключ при себе. Несомненно, он не откроет врага еретикам. Мы одолеем их дикарей. А-а-а, вроде как он переметнул с киртикам-то потом, когда узнал, как использовали этих ребят посланники небесные. Так, ну ладно, в принципе, все, возвращаемся на башню. Лезем наверх. Аккуратненько все читаем сначала, а потом уже тыкаем ключи и стараемся не ходить. Не ходить по центру. Что за туман? Откуда взялся? Так, ну все, я залез наверх. Ну, в смысле, на башню. Точнее, ну да, ну вы поняли. В общем, ладно, полезли. Наверх. Картинки мы уже видели, мы их просто чекнем, чтобы они у нас засчитались. И давайте, давайте вперед. Так, стоп, у меня факел, зачем мне факел? Мне не надо факел, у нас так жарко. Так, прибавим ход. О, здесь можно бегать по лестницам вертикально вверх. Это круто. Ускоримся, так сказать. И вот она, точка назначения. Тыкать подождем. Давайте действительно сначала осмотримся. А, ну здесь одна плита. Мне прямо показалось, что их тут несколько. Так, подожди, подожди, подожди. Так, ладно, давайте прочитаем. Башня 2 из 2. Построена на Галеев шестой год после исхода на архипелаге расцвета. Так, 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 стоп, подожди. А это что за башня? Где у нас нога вообще? Это у меня прямо сейчас вот огромное желание вернуться. Или я вообще в ту сторону не хотел? Подожди, что-то я этот... Нет, подожди, я оттуда приплыл уже. 40 градусов, блин. Вот из того здания я типа вышел, да? Вот так вот прошел, прошел. Потом сюда как раз к ноге. А, подожди, это нога и есть. Господи, это она, ну да, со стороны пятки так выглядит. Это нога и есть. Да, все. Ладно, значит, я там был. Здесь я тоже все прошел. Вот так вот. Точнее, вот так вот. И вот так вот, да. Вот этот вот гигантский остров. Вот там я, может быть, что-то пропустил. Ну, ладно. Бог с ним. Так, что, тыкаем ключами? А как тут ходить-то, если кольца эти вращаться начинают? Сразу же. Ну, давайте, помолясь, аккуратненько. Он поехал, вот так как. Ну, только телепортами, блин. Он по-другому никак, а то тут это, улетишь нахрен. А, надо подождать, понятно. Надо просто подождать, пока оно повернется. Тады, ладно. Причем даже вот так вот, да. То есть это только одно было. Ясно, тут, я так понимаю, сейчас шпиль начнет выезжать. В общем, торопышка я получил по заслугам в прошлой серии. Ну да, точно, шпиль поехал. Получил по заслугам. Давайте возьмем опять холодильничек. Надеюсь, найду еще такую сферу, потому что лучше две, потому что мне хочется и то, и другое. Так, точка назначения достигнута. Открыть четыре замка. И чего? Дождаться удара молнии. Ну, прямо сейчас это явно не случится. Надеюсь, мне не надо сидеть прямо здесь, на солнцепюке, да? Давайте мы слезем. Кто знает, что я делаю, а? Ну. Ну, вот, 30 градусов, совсем другое дело. Так. Ну и что нам делать, пока не случилось удара молнии? Чем заняться? Ну. В принципе. Ой, я что-то забыл про эти. Да давайте мы вот так сделаем. А они, они обратно устанавливаются, да? У-у-у. Какие? Самозаводящиеся икрытия капканы. Прикольно. Так. Давайте сходим посмотрим на тот остров, на котором я типа не был. Побродим там. Может там что интересное будет. Заодно перекусим. Может даже, или просто поспим. И что-то даже не знаю. Не хочется пропускать моменту, когда молнии начнут хреначить. Потому что мне кажется, должно быть интересно и симпатично. Но, тем не менее. Так. 26. А где здесь, собственно? А, вот он сюда приплыл. И здесь получился мостик, да? Тут вот. Который в прошлой серии... Длин. Который в прошлой серии сюда поплыл. Ладно. Давайте тогда здесь пройдем. Пройдем этим путем, которым надо было идти. И которым я ни разу не ходил. Ну, потому что прямые пути это для лохов. А мы не ищем ни прямых, ни легких. Ходим исключительно кругами. Вот здесь. О, кстати, уже... А, уже гроза собирается. Ну, сейчас шарахнет. А я убежал. Так, хотел посмотреть. На это, понимаешь, верчение. Дождь. Ну, классно. Ну, в принципе, да. Что я хотел-то? Молния-то. С чего должна шарахнуть? О! 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 Сейчас что-то будет. От души. Бегать. О! 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 Успею подойти поближе или уже не успею? Или это уже достаточно близко? Я, наверное, сохранюсь на всякий случай. Почти. Это было близко. Только не надо прекращаться. Вставай-то. О! От души. Так, дождались. Получено достижение. Давай, наби. Вернуться в пещеру. Ну, точно. Я же говорил, возвращаться будем. Все. Пошла энергия по трубе. И... Акт третий. Нагревание. И... Я вижу. Вот я, собственно, что иду. Я вижу. Вот они заработали. Вот точно. Колориферы. Заработали. 99 градусов. Мама моя. Эй-эй-эй-эй. Ты что делаешь-то? Я так понимаю, нас тут пополам и градом долбит. И жарой, да? Блин. Ладно, пошли обратно в пещеру. Чё-то мне... Ой. 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 Это, подожди, это корабли же? Или ракеты? Это чё под это-то? Споры? Что это такое? Посыпалось тут. Это чё такое тут попадало? Ракеты. Или нет? Подожди, это старая ракета, которая тут была. А... А ну куда-то сюда рухнула. А, вот эти же... Опа. Это чё это такое? Это что такое? Какие-то следилки. А чё это они вдруг? Интересное кино. То есть мне чё хотят сказать, что посланники никуда, в общем-то, не вымерли? Просто когда туземцы подняли восстание, они ушли на время, но при этом... Чё происходит? Электричество... А, это меня молнии херачит. Господи. Это по мне молнии долбит. Классно. Это просто классно, ничего не скажешь. А, здесь на этом острове мы были. Это где голова. Где голова и пёс. Так, хорошо. Пошли отсюда нахрен. И здесь ещё парочка. Вот. И они просто оставили их на время. Типа, дали им тут всем вымереть самим. А сами при этом таились где-то неподалёку. И сейчас, когда вы увидели, что я, понимаешь, включил тут всё, решили вернуться? Это что такое? А чё вы попадали? Прям толпой тут, знаешь, столпились, пялиться на меня. Ну, нахрен. Хочу пещеры. Там уютней. Там гораздо уютней. Так, я как сухой, сухой. Хорошо. И попью. Поедим. Ладно. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Будем надеяться. Так, то есть нам не надо. Что в пещерах нам больше никто не встретится. Блин, я уже не знаю, как оно там будет. О, как греют. Как жарят. Пять секретов осталось найти. Ну, ладно. Как я и говорил, я не буду гоняться за секретами. Вот. Не нашли, так не нашли. Хотя, конечно, потерялась часть истории Алина, да, или как-то его звали. Пусть, а я не спекусь теперь тут с этими обогревателями. Так, воспоминания Карра, да. Я просто хотел это уточнить. Я видел шар внутри, который был светом. Брошу. Ну, и мы нужны, чтобы делать свет из тьмы, и чтобы он сиял. Ну, да, я и говорил, что он передумал. Дали не свет с ним. И больше, чем велики желали показать. Без очей света сиял еще ярче. Ну, а близко, не страшно. А, нет, здесь не говорится о том, что он передумал. Просто о том, что он знал. Для чего. Так, и... И куда? Найти путь назад? Чё, буквально, вот, проделать весь путь назад? Что? А, так, у нас какая-то связь опять с кем-то. Ну, давайте, пока мы далеко не ушли. Или что? Не понял. И чё это было? А, ну, ладно. Так, опять же. Не будем заниматься ерундой. Ну, я, честно говоря, надеялся, что нам не придется прямо буквально возвращаться обратно. Но, видимо, придется. Видимо, придется. Ладно. Это должно быть не так увлекательно. А еще... А еще... Ой, а дым-то теперь тут как будет? Бедняга. Он же в этом... Он же тепло не любит. А тут обогреватели везде заработали. Подожди, подожди, подожди. А зачем ты меня ведешь именно к дыму? Ой. Ой. А-а-а. Все, я понял, куда он нас ведет. Надеюсь, вы тоже поняли, куда он нас ведет. Так, я не хочу щит выбрасывать. Он у меня один-единственный. Ко мне здесь поблизости нет. Обходить по минам я тоже не хочу. Да? Понятно. Мы пойдем все-таки каким-то другим путем. Ладно, все-таки, черт с ним со щитом. Рискнем. Рискнем, нет, ящик. Ну, и он там так и заострявший этот... Так заглючивший бедняга и сидит. Да, ну... Ладно. Промолчу. Хрен с ним. И не то. Попробуем так же здесь просочиться. Жарко тебе, поди, а? Ну. Так. Воды можно попить. И пошли дальше. Где у нас фонарик? Калориферы включились. Отопление дали. Да? Лед растаял. Да? Ну, точно. Где у нас точка-то наша? Я что-то, кстати, не вижу вообще. Ну, логика подсказывает, что да. Больше, в общем-то, некуда. То есть, кнопочка. И сюда. Ну. И опять мы не читаем, да? Что здесь написано? У-у-у. Тупый компьютер. Ладно. Куда нас тропинка сия заведет? Куда-то да заведет. Куда-то да заведет. Давайте посмотрим, куда. Шахту какую-то очередную. Не очень глубокую, правда, но. А, ну да. Сначала надо телепортироваться, а потом уже брать в руки фонарик. Так, и что это такое у нас? Коридор вознесшихся. Ага. Посвящается всем, свершившим отряд без пламени и ставшим единым целым с живой тьмой. У-у-у. Чё-то мне это не нравится. Сестра. Сари. Вознесена 17 лет от роду. Братья. Брат Саран. Вознесен 21 год от роду. Брат Инок. Вознесен 18 лет от роду. Братья. Брат Кемен. Вознесен 22 года от роду. Сестра Лина. Вознесена 17 лет от роду. Вот уроды. Брат Икти. Вознесен 20 лет от роду. Брат Хар. Вознесен 19 лет. Сестра Хара. 18 лет. Эмирин в 19 лет. Мы читали его прислание наверху. Сестра Эмера тоже 20 лет тоже читали там наверху. Сестра Вула 20 лет. И сестра Мала. Тоже 22 года. Да. Ну, с ним не так, чтобы их, конечно, много. Но все равно. С другой стороны, я так понимаю, что... Так, все. 0,00. Да. Уходим отсюда. Я так понимаю, не так долго они здесь, в общем-то, и прожили. Вместе с посланниками. Там 25, что и 35 лет, не больше. До восстания. Так, получено достижение оси Трип. Непонятно почему. Я еще это... Вроде никаких токсичностей тут не было больше. Так, дверка. Дверка. Так. Какая интересная конструкция у двери. В смысле, вот эти вот ограничители. А я... Уилсон, запись. Я не могу понять то, что вижу здесь. Эта планета далека от чистого листа. Здесь очень развитые технологии. Огромные сооружения, использующие погодные явления. Мне удалось активировать массированный громоотвод. Он пустил электричество через все здание. Возможно, целый район. Существа, построившие все это, вероятно, даже более развитые, чем мы. Они используют энергию невиданными для меня способами. Не понимаю, что с ними случилось. Хуже того. Я не понимаю, почему они так похожи на нас. Их костная структура очень близка к человеческой. Ради всего святого. У них даже есть письменность, которую Уилсон может прочесть. Должно быть она схожа с иероглифами или протошумерскими письменами. Не могу поверить, что говорю это, но не пересекаются ли наши истории? Я продолжу исследовать. Здесь может быть больше секретов, больше опасностей. На Гли-З-6143-С. Скэн, конец записи. Я узнаю этот скелет, который здесь валялся, и рядом ящик. Я даже знаю, куда мы сейчас выйдем. Ну, точно. Всё, я понял. Можно я не пойду дальше? Ни хрена себе лапки. Где мои следы? Оставь свой пыльный след. В смысле, свой след на пыльной дорожке. О, он же. Он же. Больше мои. И когтищики такие. Ой, ой, ой. Он ещё и на четвереньках, что ли, шёл. То есть, это не человек. Ну, в смысле. Так, ну, пошёл хоррор, я так понимаю. Всё. Мне тут скелета подвесили, а его вроде не было здесь. Какая-то тварь на четвереньках тут, понимаешь, бежит. Исследовать я продолжу. Не хочу. Мячики, идите в задницу. Пырчалки тут. Понимаешь ли? Ну, а мне предлагают идти как раз по следам. Вот оттуда я изначально пришёл, на или нет. Ну, точно развесил мне тут скелетов. Наверх. Наверх. Я помню, я сверху спустился. Там сейф. Пойду сохраню. Ну, их нахрен. Стрёмно тут стало. Стало тут стрёмно. Ну, ладно. Чёрт, побери. Что же делать? Куды бить. И факел боюсь взять, запалить. А вдруг нас это... Как его... Дым приедет. И обидит. Вот теперь интересно, безопасно ли в лагерях-то вообще. Кстати, нам бы поспать. Ну, давайте вздремнём. Ну, кстати, камешек можно взять. Пригодится. Давайте поспим. Часиков 10, а осенью у нас никто не съест. Так, ну чё, вроде руки-ноги все на месте. Никто у нас не сожрал. Да, хорошо поспали. В максимум жизни. Восстановили всё. Напились, наелись. Сохранились. Двигаем дальше. А я, кстати... Нет, я тут ходил. Это у нас что указатель дороги странников. Я тут ходил. Правда, без толпы висящих скелетов и без путеводных следов. Мудрецы. Я пытаюсь вспомнить, где здесь ведут о древнем мире, чтобы у данного шамера не верили, не верили, не верили. Понятно, это их история, как они трудились, пока их не забрали. Да. Да, вот я тут камнями раскидывался, чтобы всё это открыть. А... 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 А тут... Тут лёд был. Да, я помню, я катался на нём. Причём, не предлагаете туда нырнуть, что ли? Глесенка такая вот. Замечательная. В принципе, я, конечно, сохранился. 16% осталось в эту... Я не знаю. Нырнуть, не нырнуть, не нырнуть, не нырнуть. Там, может, какой артефакт лежит или ещё чё? Не зря же здесь. Ну, давайте, занырнём. Ух ты ж, ёл! Ну, поплыли, блин. Я надеюсь, мы успеем. Не, не успеем. Сейчас узко не двинем. Это спускать надо. Да. Это надо спускать. И тогда можно будет туда спуститься. Так, ладно, возьмём тогда факел, а то у нас фонарик сейчас сядет. Нет, не поел ещё. Всё, не попил. Ладно, пошли. Тимпи вальса. Камень я взял-взял. Так, значит, тогда мы туда не лезем, мы идём дальше, к точке назначения. Ну, в принципе, да, можно было догадаться, что мне... В эту яму не надо лезть. Ты же тут, понимаешь, который прошёлся тут, да развесил этих, понимаешь, товарищей нам тут по дороге. И зачем он их развесил? Ну, как-то... Пустая, да, пустая. Ну, ладно. У меня пять бутылок с водой, я думаю, мне хватит. В пещерах-то уж точно. Так, это мы сейчас куда выйдем-то вообще? Я уже что-то подзабыл. Это всё, я... Здесь можно бежать смело, не глядя, да, я так понимаю, потому что мы здесь, в общем, тоже были. Ну, если только я в прошлый раз что-то пропустил. Следы, кстати, походу кончились. То ли он свернул куда? А я не заметил. Дороги странников всё ещё. То ли ещё чего. Да. Блин, как меня эти следы-то прям вот разочаровали. Я прям не ожидал. Не хотелось бы вот превращать игру в такую шикарную в обычный и скучный хоррор. Бегать к какой-то твари. И вот это вот всё. Или я всё-таки выхожу там, где заходил, что-то я не помню. Да, наверное, я всё-таки действительно возвращаюсь буквально назад. Ну, точно, сейчас опять у нас будет переход. Четыре секрета осталось найти. Да, поторопился я. Поторопился я сказать, что мы можем здесь не задерживаться и пробежаться. Что-то я тут ел. Ну, я вам на улицу ухожу явно, да? Да, на первом острове на своём. Правильно, я понимаю. Может, туда идём? Оп. А, на втором. У Юрия. Точно. Вот мы где вышли. Да. Мы вышли у Юрия. Опа! Вызывай все корабли проекта «Солус». Меня кто-нибудь слышит? На Дине вышел из строя ещё один разгонный брюк. Экипаж корабля в ярости. Атака паразитов на «Имита» оставила лабораторию, чего? У нас не хватает воды, нечем охлаждать двигатели. «Солус», ребята, прошло уже 15 лет. Нам нужно где-нибудь обосноваться и побыстрее. Биому на опусинь хватает людей для работы и поддержания производства пищи. Вы там? Слышите меня? Не думаю, что им удалось. Это, это, блин, долбанная летающая тарелка. А это, я так понимаю, Юрий. Кто-то его сюда притащил и распял на кресте. Блин. Крипота-то какая. Крипота. Ладно. Так. И чё мне теперь это? Ты мне предлагаешь идти ставить башню? Бежать за тарелкой? Чё у меня? Где у нас этот? задание исследовать местность еще одна лить или ты тут по кругу летаешь такая ладно пойдем в пещеру к юрию а по кругу летает сдаться и пойматься дать посмотреть что будет если они меня поймают найдут или не найдут не поймают что она там зависла вот то летал летал то зависла но посланники короче где-то здесь они среди нас улетела сволочь улетела полетала покружила мордой посвятила попугала что 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 тут этот курсор от меня хочет в двух экземплярах к тому же не знаю не знаю что он от меня хочет отстанет они так давайте заглянем пещеру к юрию да убедимся что это его тут сперли ну да его и сперли их блин так вода хлебнем мы пойдем поспоткнемся тогда в маяк заодно посмотрим там куда кабель приводит еще там с этим у нас он четко стать мигает мелькает какая-то дрянь где-то на горе так вот опыт нам далеко на улице кстати прохладно я куда-то наверное не совсем туда бегу примерно помню как идти ну ладно думаю нам в любом случае надо дойти до башни и поставить на нее эти самые детали хотя все равно не хватит блин теперь в нем блин вот вот тут разработчики вредные какие какашки блин теперь в пещере стрёмно и снаружи стрёмно везде стрёмно в пещере к этой тварь бродит помимо дыма мало нам было его на теперь еще и зверюга какая-то которая ходит и мертвяков развешивает на на улице инопланетяне летают в общем да вы охренели что ли небо позвонить домой сказать что здесь можно жить в принципе ну как бы кислород есть все лучше чем на разваливающихся ковчегах да вот прилетайте и давайте тут устроим блин зачистку все вместе короче спасите и я не хочу возиться с этим всем дерьмом в одиночку ладно так я тогда долго чувствую будем бежать он хрень тут летает она вообще почти добежали уже этот датчик они оставили тут понимаешь за нами следить наверно не иначе чётом от нас хочет не знаю ладно сейчас поставим тогда детали и будем разбираться вот куда приходит этот кабель вот сюда он приходит здесь нет ни хрена вообще он буквально приходит вот в это место вот сюда к этому обогревателю и все хотя может погреватель куда-то дальше ведет что-то он там другое обогревает да так я сохранюсь перекушу пью девять половин часов спать пока не будем хотя можно было бы так пойдем кстати не там ли висит не над башней или вроде нет я уже не буду эти шарах ты уж извини чувак потому что в общем-то по хрен исследует местность а понятно хорошо следует за страну мне за ним и надо следовать я понял лады сейчас проследуем только сначала я тогда уж это раз уж дошли давайте поставим эти три детальки нашу башню ну и пойдем посмотрим куда ведет нас этот шар долбанный она у нас идет опять же ну мышь там были уже подземелье этом почему я из этого подземелье вылезал другом миссия нет подожди все правильно так да я не здесь вылезал это именно продолжение движения да ну ладно а вот она что вот все я понял здесь дверка отрастаяла открылась понятно теперь мы пойдем налево хорошо единственное а ну давайте сразу тогда дойдем потому что я так понимаю она до перехода будет опять все один секрет опять действует еще не открытый ну ладно окей все тогда на этом на сегодня закончим продолжим уже следующей серии она сегодня это все всем спасибо и пока если вам понравилось это видео не забудьте пожалуйста поставить лайк подписаться на канал если вы еще не подписаны ну и оставьте комментарий по возможности потому что мне очень важно ваше мнение и конструктивная критика спасибо